Здравствуйте! Вы смотрите Черноморскую телерадиокомпанию, программа «Крым сегодня». С вами Александр Янковский. В нашей студии Алексей Стародубов, руководитель Крымского экспертного центра. Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте! Сегодня мы будем говорить вот о чем. 7 августа 2016 года российская сторона прекратила работу сразу на всех трех пунктах пропуска на временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым. Собственно говоря, прекратили работу российские ФСБшники. Напомню, что в России именно ФСБ подчиняется службе пограничного контроля. Причина не объяснялась. Было много самых разных версий, почему это не происходит, почему не происходит пропуск как в Крым, так и из Крыма. Но и вслед, собственно говоря, за решением российских властей вынуждены были прекратить временно приостановить работу и украинские пункты пропуска. Просто для того, чтобы люди не оказывались на этой нейтральной полосе и не могли потом заехать в Крым. Какого-либо официальной реакции российских властей на закрытие пункта пропуска нет и по сей день. В штатном режиме на сегодняшний день работает только один пункт пропуска на впуск и на выпуск из Крыма. Это Ченгар. Чеплынка и Каланчак по-прежнему работают в ограниченном режиме. И в Чеплынке можно въехать на территорию Крыма, выехать нельзя. На пункте пропуска Каланчак нельзя ни въехать, ни выехать. Я предлагаю, чтобы мы сейчас посмотрели небольшое интервью людей, которые стояли на пункте пропуска Ченгар. И на самом деле вчера был поставлен рекорд. Они провели в очереди 15 часов, прежде чем попали либо на территорию полуострова, либо смогли выехать с временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Давайте посмотрим. Вони там с ГУЗДу съехали уже давно. Тому все может от втраты интернет-зъединения с базой до любого чего. Я не знаю. А мы ездим только раз на риг, только батьков проведать и все. Плохо, конечно. Люди там на жаре с детьми стоят часа четыре уже, наверное. Наверное, будем в следующий раз осторожны, но это не то, что это какая-то там увеселительная поездка. Просто, что Крым это как вторая родина. Мнение о Крыме точно изменится. Не очень хорошо я к этому отношусь. Столько проехать и обратно отправили сюда. Как-то надо предупреждать народ заранее. У меня там родители, мне хотелось бы их чаще видеть. Но так как у меня получается с работы еще вырываюсь очень редко. А тут еще помимо закрывают границы, об этом неведомо, неслыханно. И так получается. То, конечно, я еще реже буду ездить. Итак, на самом деле до сих пор нет какой-либо официальной реакции российских властей, что это было и с чем это связано. Почему не пропускают ни в Крым, ни из Крыма. Больше того, в российских средствах массовой информации все, как обычно, перевернули с головы на ноги. Реснок на голову, уж не знаю, как им там виднее. Заявили о том, что это украинская сторона не пропускает. Хотя, ну, украинская сторона, это украинские пограничники перестали пропускать только после того, как это сделали российские спецслужбы. Мой вопрос Алексею Стародубову, нашему сегодняшнему гостю. Алексей, на ваш взгляд, с чем это может быть связано? Ну, опять-таки, я могу гоментировать только те слухи, которые приходят из Крыма. Это и те же самые учения, это какое-то диверсионное нападение на воинскую часть в районе Армянска с жертвами и с ранеными со стороны российских военных. Но, опять-таки, здесь вопрос уже подхода российских спецслужб к работе вот этих трех пропускных пунктов. Они делают то, что они хотят. И тут нет никакой процедуры пересечения. То есть, захотели, закрыли. Захотели, открыли. Захотели, вообще заблокировали границу. А на ваш взгляд, почему они даже не комментируют? Ну, хотя бы сказали бы, да, вот не будет работать там, не знаю, день, два или три. Вы знаете, это все, на мой взгляд, от безнаказанности. То есть, когда у нас нет такой реакции адекватной на подобные нарушения и просто непонятные какие-то действия со стороны России, они тогда и начинают вести себя так, как им заблагорассудится. То есть, вы обратите внимание, что на сегодняшний день, вот только к середине дня, сегодня министерство наше по вопросам оккупированных территорий Крыма прокомментировало, что якобы идут какие-то воинские учения на территории Крыма, и поэтому закрыли три пропускных пункта и тем самым нарушили права людей, которые стремятся к родственникам, которые стремятся домой со стороны Украины. То есть, вот такое вот бесчинство, оно как раз характерно, когда идет такая планомерная бездеятельность, извините. То есть, когда у нас нет понимания, каким же образом, собственно, мы должны осуществлять свою работу с Крымом. Идут ситуативные какие-то вот комментарии. Опять-таки, на основании слухов. То есть, нет неофициальных заявлений российской стороны, и наша сторона комментирует какие-то слухи по поводу того, что есть военные какие-то учения, незапланированные снова такие, потому что внезапно закрыли все три пункта. Ну, смотрите, есть информация, появлялась информация о том, что есть там военные учения. Но, значит, распространен документ, такой попал в соцсети, мы сейчас его посмотрим. Это ориентировка за подписью Абисова, так называемого министра внутренних дел Республики Крым, полковника милиции, о том, что за совершение тяжкого преступления на территории Армянска разыскивается пять лиц, которые передвигаются как на автомобильном транспорте, так и в пешем порядке. Все одеты в камуфляжную форму. На камуфляже размещены шевроны с изображением флага Российской Федерации, расположенным в нижней части ромба. При задержании соблюдать меры личной безопасности, при обнаружении блокировать, докладывать дежурную часть МВД по Республике Крым. Я не знаю, да, как бы не лично мне прислали этот документ и не из так называемой вот этой полиции российской. Но, тем не менее, может быть, может иметь место, право на существование такая версия событий. Ну, то есть, если речь ввести о вот этих каких-то диверсиях, то я не могу понять, какое отношение это имеет к пересечению административной, условной, скажем так, границы с Крымом для наших граждан. То есть, если мы говорим о том, что у них происходят какие-то правонарушения на территории, которую они фактически контролируют, то причем здесь наши граждане, которые стремятся к родителям на полуостров. То есть, возможно, это и правда, возможно, какие-то, здесь не идет речь о наших гражданах, здесь идет речь о том, что шевроны Российской Федерации. То есть, они у себя там разыскивают каких-то преступников. Ну, пусть разыскивают, зачем закрывать три пропускных пункта, два, извините. Вот, если ром, то это, скорее всего, опять-таки, сотрудники пограничной службы Российской Федерации. Ну, по крайней мере, так говорят люди, которые знают шевроны Российской Федерации. Окей, перед этим, это 7-го числа случилось, 8-го числа, сегодня продолжается эта ситуация, точно так же не работают в полном объеме эти пункты пропуска, но 6-го числа в Керчи местные жители заметили переброску достаточно большого количества войск из Керчи в направлении Джанкоя. Давайте посмотрим, что это была за техника. 15 минут, это же количество людей прошло за 15 минут. И здесь 2 часа стоим. И детей вне очереди провели, никто не против. Но надо же организовать, как положено, трудно, а не позориться. Стыдно просто за Украину. Берите свою пластмаску отсюда, вам сказали. Идите в другой бок поснимайте, там где-то, идите отсюда. Свою пластмаску, в натуре, я думаю, мы ее разобьем. Девушка, давайте, собирайте манатки свои, идите снимайте в другое место. Девушка, вот хорошо, что здесь заборки. Я найду ваш канал, и вы все... На самом деле, извините, да, это было не совсем то видео. Это видео люди, которые стоят в очереди, чтобы попасть в Крым. На самом деле, я понимаю тоже реакцию этих людей, которые достаточно нервные, потому что они провели много часов под солнцем. Но интересно, что некоторые из них винят Украину. Говорят, что это Украина в этом виновата, в том, что их не пропускают. На самом деле, это как? На самом деле, здесь действительно эмоции. И мы же видим, что действительно люди в этой буферной зоне, и у них нервы на пределе. Понимание, из-за кого это все произошло, тоже ясно. То есть, это произошло по вине российских спецслужб. Единственное, что можно прокомментировать, вот это вот недовольство, это опять-таки, если бы у нас все-таки была как-то так налажена более активная работа специально созданного министерства, и людей предупреждали заранее о каких-то непонятных действиях российских спецслужб, то, возможно, и такой реакции не было. А вы думаете, что если бы нормально работало Украинское министерство по оккупированным территориям, оно могло бы предупреждать о таких действиях российских спецслужб? Ну, просто потому, что вы сами говорили о том, что они делают все, что хотят, и вряд ли они кого-то ставят в известность. Совершенно верно. В зависимости от того, какой формат выбрать вот такого вот так называемого сотрудничества. То есть, если мы говорим о создании рабочей группы, наподобие Минской, и о работе международных экспертов в этой рабочей группе, о представителях других государств, которые помогают нам в разрешении крымского кризиса, то, естественно, бы информированность нашего министерства была бы в несколько раз выше, нежели то, что мы наблюдаем на сегодняшний день. То есть, у нас абсолютно нет никакого контроля по поводу того, что происходит в Крыму. Никак мы не можем на эту ситуацию сегодня влиять, к сожалению. К сожалению, да. Хорошо. Алексей Стародубов, в нашей студии. Вот сейчас мы посмотрим именно то видео, которое я анонсировал. Это передвижение колонны военной техники из Керчи в Джанкой. Это передвижение колонны военной техники. Продолжение следует... 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 пускали людей не из Крыма в Украину, да, в Херсонскую область, не из Херсонской области в Автономную республику Крым, просто для того, чтобы люди не видели этого большого скопления войск, или нет? Вы знаете, так как это все произошло настолько спонтанно, что, собственно, люди просто были, вот как мы уже видели в предыдущем сюжете, заблокированы в буферной зоне, то я не думаю, что здесь какая-то была стратегия по поводу переброски вот этой военной техники, для того, чтобы кто-то что-то не увидел, поскольку мы видим любительские съемки, то есть все это видели, перемещение и доступ в интернете к этим всем съемкам, то есть я не думаю, что это кто-то для чего-то скрывал. То есть вряд ли возможно это скрыть на самом деле, да? Естественно, когда идет передвижение такого количества военной техники по городу, то, конечно, это видят и граждане, которые там живут, это видят все приезжие, которые находятся в Крыму, поэтому я не думаю, что здесь была какая-то спецоперация по утаиванию этой переброски. Более того, мы же с вами понимаем, что все это мониторится и нашими западными партнерами, которые видят перемещение военной техники на территории оккупированного Крыма, поэтому я не думаю, что здесь какая-то была скрытая цель. Понятно. Значит, есть еще один момент. Все эти мероприятия, закрытие границы, в том числе оно сказывается и на желание людей приехать на Крымский полуостров. Напомню, что неделю назад тогда было такое заявление от господина Черняка. Ну, вам известно, он экс-депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым, ныне, значит, депутат так называемого Госсовета Крыма. Он говорил о том, что в Крым в этом году он ожидает приедет около 800 тысяч украинских туристов. Проходит несколько дней, и господин Стрельбицкий, ныне министр этого правительства российского Крыма, говорит о том, что уже приехало миллион 700 тысяч украинских туристов на Крымский полуостров. Я понимаю, что они, скорее всего, не договаривались, но, наверное, просто хотели как-то назвать большую цифру. По вашей оценке, Александр Леев говорит вообще, что, ну, вряд ли, общее количество туристов, всех, да, из России, из Украины в этом году превысит 2 миллиона человек. На ваш взгляд, вот, можно ли говорить о таком количестве туристов? Уже сама такая синергия между депутатом и представителем исполнительного органа власти, не будем называть там ни правительством, ни как угодно. То есть тот человек, который пытается назвать себя министром, то есть она уже говорит о том, что цифры не совпадают и цифры не сходятся. Если был бы один и тот же источник данных, как это раньше было, то, естественно, и у депутата, и у так называемого министра данные были бы одинаковые. Поэтому говорить о том, что там есть 1,7 миллиона, или 2 миллиона, или 5 миллионов, это как в том анекдоте, и вы рассказываете. Сам факт, он есть фактом, такого количества туристов там нет и быть не может. Просто даже если посчитать совокупную составляющую, пропускную составляющую всех возможных транспортных артерий, которые есть на сегодняшний день в Крыму. То есть, исходя из этих данных, мы точно можем сказать, что такого количества туристов из Украины там не было и не будет. Есть еще один момент. На самом-то деле, ведь российская аннексия украинского полуострова Крыма, она привела к невиданному развитию не только одесских курортов в Украине, не только Азовского моря, там, Запорожской части Херсонской области, но и там, где, в принципе, никогда не было такой курортной территории. Это Херсонская область, Черноморское побережье. Там очень маленькие были островки. Сегодня председатель Херсонской облгосадминистрации Андрей Гордеев заявил, что в этом году его регион планирует принять порядка 3,5 миллионов туристов. А вот эти цифры, насколько они могут быть правдивыми? Честно вам сказать, но я не верю тоже в 3,5 миллиона туристов в Херсонской области. Как бы мне не хотелось сказать, что это действительно был бы такой прорыв и для области, и для Украины в целом, но, понимая, как это все развивалось в Крыму, наблюдая это собственными глазами на протяжении нескольких лет, я понимаю, что да и сама Херсонская область, к сожалению, на сегодняшний день не готова к такому потоку туристов. И мы это видим и по той же Кирилловке, и мы видим по многим другим курортам. Когда туда приезжает в несколько раз больше туристов, там очень большие проблемы и с инфраструктурой, там есть целый ряд вопросов, которые необходимо решать. Но я уверен, что перспектива в Херсонской области, перспектива в Запорожской области, она просто колоссальна в этом плане. То есть ведь Крым, он там к 6 миллионов туристов, он же шел не один год. Совершенно верно. То есть это была очень такая плодотворная работа и не одного года. И Крым, да, это практически самое большое побережье на территории Украины. Конечно, на территории какая. И, собственно, инфраструктура туристическая была в разы развитее, нежели в других регионах Украины. То есть там действительно была проделана полномасштабная работа по развитию туристического комплекса. То есть, как вы помните, с 2010 года туризм был одним из стратегических направлений развития Автономной Республики Крым. И Европейский Союз нам очень сильно помогал в плане развития туристической инфраструктуры. То есть работа делалась несколько лет. И когда уже вышли на вот этот вот пик 6 миллионов, это, естественно, уже была заслуга вот этой многолетней работы. Смотрите, значит, сейчас, вот сегодня так называемый глава Минэкономразвития Крыма Валентин Демидов заявил о том, что специальная экспертная группа, состоящая из крымских и материковых специалистов, ну, российских он имеет в виду, будет помогать Министерству экономического развития в работе над окончательным вариантом стратегии социально-экономического развития Крыма до 2030 года. То, знаете, у меня вообще вопрос, как они могут на сегодняшний день, если они не знают, когда у них будут открыты пункты пропуска, составлять какие-то стратегии до 2030 года? Я вообще не знаю, как можно. Хотя, вы знаете, даже не то, что не знаю, я хотел бы сказать о другом. То есть это уже не первое заявление Демидова по поводу разработки стратегии социально-экономического развития. То есть он часто делает такие заявления? Да, да. И речь идет о каждодневной работе над этой стратегией. Давайте посмотрим, что произошло в Крыму после аннексии. Его уронили ниже, чем абсолютный ноль, извините за такой сленг. То есть уже любая речь о том, что какие-то предпринимаются шаги для развития, дают почву власти говорить, что они отходят от этой отправной точки, которая наступила для них в 2014 году, в марте месяце, после вот этого вот псевдореферендума. То есть и теперь, конечно, любое действие говорит о том, что они развивают полуостров. Но если сравнивать с тем, что было, то мы понимаем, что речь не идет о развитии. Речь идет просто хотя бы о восстановлении статуса полуострова. И вот здесь вот как раз и возникает это российское лукавство, что мы что-то развиваем. Они не развивают, они просто пытаются хоть как-то выжить. И вот это хоть как-то выжить назвали стратегией социально-экономического развития. Рисей, тогда такой вопрос. Смотрите, сейчас проблема воды, она никуда не делась. Несмотря на то, что на питьевое водоснабжение хватает в Крыму воды, но опять-таки далеко не везде, есть новая идея строительства сразу трех водохранилищ. Не вернулись после того, как сделали анализ все-таки воды в Донузлаве, надо отдать должное, все-таки сделали, пришли к неожиданному выводу о том, что не подходит вода в озере Донузлав, ни для орошения, ни для питья. Ну, соленая вода не может подходить. Теперь есть идея построить сразу три водохранилища на реке Кокоска, для того, чтобы снабжать Севастополь, но забрать при этом, получается, у Большой долины сразу воду. Построить водохранилище в Балужте, Большой Алуште, возле Солнечногорского, и еще одно водохранилище в Красногвардейске. Скажите мне, пожалуйста, на ваш экспертный взгляд, есть ли необходимость строительства? То есть, почему возникла необходимость строительства этих трех водохранилищ, если воды и так не хватает? Совершенно верно. То есть, есть проблема с водоснабжением полуострова. Она была и она существует на сегодняшний день более остро, потому, как мы понимаем, Северокрымский канал закрыт, получать воду в Крыму практически неоткуда. В свое время, в 2012 году, разрабатывалась программа совместно с Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития, по поводу решения проблемы водоснабжения. Это я замечу, что был еще доступ к тем водным ресурсам, которые обеспечивал Северокрымский канал. Так вот, эта программа, она была довольно-таки масштабно проработана с датскими специалистами и предполагала, в том числе, строительство нескольких водохранилищ. Ну, это тема отдельной передачи, на мой взгляд. Ну, как бы эта работа была проделана. То есть, все равно необходимо было, да, строить дополнительные водохранилищи? Тогда еще была необходимость в создании вот такого вот запаса водных ресурсов. То же самое касалось и очистных сооружений. Насколько вы, я думаю, тоже знаете, Восточный Крым, это вообще была глобальная проблема, то есть, там всегда были проблемы с канализацией. Так вот, эта вот инвестиционная программа, которая создавалась с участием международных финансовых организаций, она как раз и предполагала комплексное решение как канализационных проблем, так и проблем, связанных с обеспечением питьевой водой целого ряда регионов, как Западного Крыма, так и Восточного Крыма. ЮБК, само собой. А есть ли какие-либо угрозы для населения? Ну, вот по Кокоске, я так понимаю, что там угроза основная, то, что воду, если заберут из этой долины, да, ну, переведут, в Севастополе будет хорошо, а жителям долины, наверное, будет не очень. А вот угроза, допустим, строительства Красногвардейского водохранилища, может она быть для кого-то или нет? Все это сопряжено, то есть, я хотел бы как раз вернуться к той программе, все это сопряжено с целым рядом экологических проблем, которые могут возникнуть со строительством подобных водохранилищ. И я не зря напомнил о том, что тогда у нас в Украинском Крыму не было проблем с каналом, у нас не было, мы могли рассчитывать на ресурс, который обеспечивал водный ресурс, который обеспечивал канал. И за счет этого решался целый ряд экологических проблем. Каким образом будут россияне решать эту проблему, контролируя фактически территорию, где собираются строить водохранилища, я не знаю, поскольку, опять-таки, никто открыто не заявляет, что же планируется делать и каким образом планируется создавать эти водохранилища. То есть, там, опять-таки, повторюсь, целый ряд проблем, связанных с дополнительным ресурсом воды, то есть, которого нет в Крыму. Ну да, то есть, мне непонятно, да, откуда, где возьмется вода для этих водохранилищ, то есть, можно их настроить сколько угодно. Ну, и в завершении нашей программы просто такая сухая информация. Крым стал лидером среди регионов Российской Федерации, ну, это официальное такое сообщение российское, да, Росстата, по росту на коммунальные услуги в июле, соответственно, Севастополь и Крыму, он вырос на 13,12,4%. То есть, я так понимаю, что и до сих пор, наверное, еще Крым не соответствует по уровню цен общероссийским ценам. Совершенно верно. Здесь, ну, нельзя создавать иллюзии для себя. То есть, тут нужно четко понимать, что происходит на сегодняшний день в Крыму. Слабое руководство, плюс экономическая блокада, которой оказался Крым на сегодняшний день. И получаем то, что получаем. То есть, в этой ситуации возникают все вот эти проблемы, связанные с тарифами, связанные с ценами, связанные с ценообразованием в целом. Поэтому дали буду, как говорят у нас. Спасибо. Алексей Стародубов, руководитель Крымского экспертного центра, был гостем нашей студии. Вы смотрели программу «Крым сегодня». Оставайтесь с нами на канале Черноморской телерадиокомпании. Субтитры создавал DimaTorzok